В этой вот воде они еще, ребята, раскидывают сеть и умудряются что-то ловить, кроме мусора. Так вот выглядит дом, в котором человек живет буквально в холодильнике. Здесь цивилизация, здесь все в говне завалено, и здесь они опять, видите, строят какую-то дорогую виллу. Вот это общественное пространство Анголы, как так можно? Ужас, ужас, даже в Махачкале такого нет. Я надеюсь, вы не читали название этого ролика, ведь сейчас мы с вами сыграем. Но если читали, вам будет неинтересно. Попытайтесь угадать название страны и вообще, куда мы сейчас с вами отправимся в путешествие. Несколько штрихов. Богатые нефтяные месторождения, 85% ВВП это добыча и экспорт нефти. Полномочия действующего президента продлевается автоматически. Колоссальное социальное расслоение. Лачуги бедняков сносят бульдозеры, а на их месте строятся гигантские торговые центры и элитные жилые комплексы. Где мы? Где мы? Ну если вы читали название ролика, вы поняли, что мы оказались в Анголе. А если не читали, никогда бы не догадались. Ангола. Друзья, сегодня Ангола. Когда люди впервые слышат название этой страны, они обычно сильно пугаются. Потому что много лет в Анголе шла гражданская война. Началась она еще в 1975 году, сразу после завершения войны за независимость. Это бывшая португальская колония Ангола. И продолжалась до 2002 года. В какой-то момент в войне принимал участие Советский Союз. Мы туда направляли наших военных советников, помогали техникой. Поэтому в советской прессе много про Анголу писали. Потом Советский Союз распался, братская помощь коммунистам прекратилась. И писать про Анголу наши СМИ перестали. Вот писать перестали, а дурная слава осталась. Теперь все кардинально поменялось, особенно по африканским меркам. В Анголе есть нефть. Очень-очень много нефти и бабла. Поэтому экономика с нулевых, как раз как в 2002 закончилась война. Вы помните, цены на нефть, экономика поперла как на дрожжах. Денег столько, что в какой-то момент Луанда стала появляться в рейтинге самых дорогих городов для жизни. Ужин в хорошем ресторане на двоих обойдется 300 долларов. Аренда двухкомнатной квартиры в центре около 7 тысяч долларов. 7 тысяч долларов за двушечку в центре. Покупка нормальной квартиры это миллион долларов, без миллиона вы ничего нормального не купите. Но большинство населения этих денег не видит. Большинство населения живет за чертой бедности, влачит просто ужасное нищенское существование. Мы с вами на это посмотрим. И расслоение, конечно, просто жуткое. В России такого не было никогда. Пошли смотреть город. Пойдем гулять, смотреть как живут люди в трущобах, во дворцах. Сегодня столица, столица Анголы Луанда. Юрий, кстати, в Анголе уже был. Так что он, можно сказать, бывал. И он даже видел здесь торговый центр. Расскажи, твои впечатления о торговом центре. Замечательный шоппинг-молл, в котором собраны все лучшие мировые бренды. У народа деньги есть. Да, у народа деньги есть. И проведя 4 часа в пробке по пути в этот торговый центр, за 20 минут изучив его, и потом 4 часа назад, я просто получил полное представление о жизни в этой замечательной африканской стране. Страна действительно замечательная, без всякого сарказма, но колючая проволока военные с всевозможным вооружением и бронежилетами присутствует здесь в немаленьких количествах. Здесь у нас начинается пробочка, и вдоль пробочки стоят всякие торговцы и продают жизненно важное барахло, начиная от салфеток и заканчивая крысиным ядом. А справа у нас прямо берлинская стена, все расписано каким-то искусством. Сумки, одежда, вот смотри, что только не продают. Ты вот пока стоишь в пробке, а у тебя список. Яйца, детям тетрадки, и ты едешь, и тут что-то купил, тут футболочку, тут стиральный порошок. И все, вон рыбок даже, рыбок в пакетах, вон чувак ушел, рыбки в пакете золотые были. А синие это маршруточки у нас, маршрутки по сравнению с другими странами Африки очень даже цивилизованные. Во-первых, это изначально пассажирские микроавтобусы Toyota, во-вторых, они в очень неплохом состоянии техническом находятся, судя по виду. Главный общественный транспорт Анголы, это вот эти вот синие маршрутки. Номеров у них обычно нету, поэтому на конечной остановке из маршруток торчат зазывалы, которые кричат, куда дальше машина поехать. И водитель может сто раз менять маршрут, в зависимости от настроения и чутья, на каком маршруте он больше денег заработает. Конечно, если вам выпало несчастье жить на непопулярном маршруте, можете никогда туда не уехать, по крайней мере на общественном транспорте. Начинающие ангольские музыканты, их продюсеры используют маршрутки Луанды для продвижения. Вообще, маршрутка такой довольно сильный местный символ. В аэропорту есть магнитики с маршруткой, есть футболки с маршрутками. В общем, все эти маршрутки любят, а это такой неофициальный символ Луанды. Как же использовать маршрутки музыканты? Водитель берет у вас диск с записью, если вы музыкант, ставит новый хит и делает его погромче. За время поездки одну и ту же песню могут прокручивать подряд много-много раз, пока все в эту песню не влюбятся. Кроме того, у водителя можно купить целый сборник таких вот маршруточных хитов. Ангола, кстати, бывшая португальская колония. Поэтому сюда напрямую португальские авиалинии летают из Лиссабона, можно улететь. Центр Луанды чем-то напоминает Панаму. Тоже такая набережная и небоскребы, так как у нас страна богатая. Видите, они весь центр застроили небоскребами, такими современными зданиями. Мы пришли к посольству России в Анголе и здесь местное население информирует о чемпионате мира, который у нас проходил. Показывают наши поезда метро, показывают потрясающие стадионы, которые построили. Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Саранск, Екатеринбург, посольство Российской Федерации в Луанде, Ангола. А, русский звонок! Там по-русски написано звонок. То есть, взяли звонок, который сделан нам в Китае для России и привезли из Москвы. Конечно, это же какой-то зарубеж строй, это же делают, у них же есть отдельная контора МИДовская, которая делает все посольства. Вот так вот выглядит наше посольство в Анголе. Здесь над пустой дорогой построили огромный пешеходный надземный переход. И, судя по всему, мы сейчас первые, кто по нему переходит. Нарисовано? Да почему говно? А что это? Говно. Ну а что это? Вот это что? Говно. Ну говно. Да нет, ну краска. Да какая краска? Хочешь потрогать? Не хочу потрогать. Но я не могу понять, что люди говном рисуют. Чего не можешь понять? А это мальчик маленький рисовал, тоненький, видишь это говно? А этот насрал, серьезно, потолще. Да. А там вообще кто-то толстый носил. Это вот у нас трущобы. Так вот выглядят трущобы в Луанде. Несмотря на то, что город, столица Анголы один из самых дорогих для жизни, большинство населения живет за чертой бедности. В таких вот лачушках. Вот так все это выглядит. Повсюду мусор. Видите, все засрано. А когда дома находятся на склонах, вот как там, они мусор просто скидывают вниз и похоже, что они живут на большой свалке. Конечно, решение построить здесь мост было верным. Он здесь очень необходим. Теперь народ может не по пустой дороге туда-сюда ходить, а с чувством, с толком и с расстановкой переходить по безопасному надземному пешеходному переходу. Мы с вами, друзья, около, можно сказать, въезда на главную достопримечательность. Центр города. Это вот там вот находится форт, где военный, главный есть военный мемориал. И вот здесь шлагбаум. И вот будка начальника шлагбаума, которая превращена в туалет. В прямом смысле все засрано. Извините, что вы вынуждены это видеть. Скажите спасибо, что вы не вынуждены это нюхать. Ну просто представьте, что это въезд на Поклонную гору в Москве. Главный, один из главных военных мемориалов города. И вот это вот флаг, самый большой флаг в стране. Самый высокий флагшток и называется флаг Анголы. И вот на въезде немножечко насрали. Пришли в форт, местная достопримечательность, музей. Сюда приезжают разные делегации. Здесь у нас фотографии всех генералов и выставка автомобилей. Как говорит Леонид Аркадьевич и Якубович. Автомобиль! Из четырех автомобилей два отечественного российского производства. ГАЗ-66 и вот этот шикарный джип ВАЗ. Или попросту УАЗ. Здесь выставлены остатки техники. Остатки вертолета, какого-то самолета. Это в честь чего? Непонятно в честь чего они. Даже расстрелянная кабина какой-то бронированной машины. Здесь выставлена перед фортом различная военная техника, которая принимала участие в сражениях за независимость Анголы. Вот здесь так все красиво стоит. Стоят пушки, стоят наши БРДМ, самолеты. Вон какие-то броневики, наверное, американские или европейские. Здесь вот крепость, все так чинно, благородно. Ничто не омрачает святость места, торжественность момента. И тут, и тут один из главных экспонатов этой выставки. Телега. Боевая телега. Боевая телега пехоты. Боевая телега пехоты. С гнившими колесами. Вот такая вот телега. Что телега делает в одном ряду с пушками, броневиками, самолетами и прочей техникой, я не знаю. От Португалии тут осталась такая вот красота. Удивительно, что в форте, в музее нет ни охраны, никого. Хотя вообще здесь в Анголе все довольно тщательно охраняется. На каждом углу стоит мужик с автоматом. Здесь такие потрясающие залы с расписными плиточками португальскими. Плитки повествуют о колонизации Анголы. Это опять трущобы. Трущобы, они расположены в шикарном месте около воды. Где должны были быть дорогие яхт-клубы и господа с видом на океан. Ели бы омаров и устриц. Но здесь трущобы и, как видимо принято в Анголе, весь мусор благополучно сваливается в воду. То есть далеко идти не надо, а где поели, там насрали. И вот можно в другую сторону посмотреть. Там у нас уже есть яхточки, где господа отдыхают. А здесь вот опять локально какие-то трущобы и весь берег, весь завален мусором. Вот так вот выглядят трущобы. Весь мусор, который есть, они просто скидывают в реку, залив, море. Кому где повезло жить. Вонь ужасная, поскольку здесь же они и в туалет ходят. Вот видите, какое количество бутылок, пластика. И все это буквально в нескольких метрах от дорогих домов. В этой вот воде они еще, ребята, раскидывают сеть и умудряются что-то ловить кроме мусора. То есть прямо реально в мусор. Посмотрите, как здесь все засрано. Просто сплошной слой пластиковых бутылок. И в этом мусоре сейчас кидают в сеть. Вот это дом, они не хотят, чтобы мы их снимали. Но вот это дом, в котором они живут. Вот так люди живут буквально из холодильников. Дом сделан из холодильников. Это морозильные камеры. Там все в мухах, в каком-то говне, пиво. И здесь живет женщина. Так вот, видите. Так вот выглядит дом, в котором человек живет. Буквально в холодильнике. Это другой дом. И тут живет... Ага, тут вот матрас. Тоже все в мухах. И тут... Чувак в розовом оказался очень крутой. Он помог нам договориться. Ни копейки это нам не стоило. Хотя я даже уже мысленно был готовить дать им немножко денег, чтобы они покупали свои дома. Но ребята сказали, что... Это плохая идея. Не можешь даже показать, что у тебя есть деньги. Да. А здесь сделали красивый газон. То есть, смотрите, вот здесь еще срач. Ни считай. А здесь сделали красивый газон. Потому что здесь трасса. И народ здесь на газоне уже отдыхает. Лежит. И здесь прямо уголок цивилизации. Вот граница очень четкая. Справа дорога. По которой богатые господа свой яхт-клуб ездят. А слева жопа. Здесь вот, ребята, газон. Красивый, идеальный газон английский. Такой вот мягенький. Мягенький, как персидский ковер. Здесь вон какие-то цветы растут экзотические. Акации. Красота. Заправка, флаг, форт. А здесь берег. И все засрано. Благоустройство заканчивается. И все в говне. И там на лодочках, на плотах народ как-то плавает. И они глушат рыбу вот палками, видите. Они ездят на этих лодках. И херачат в этом мусоре рыбу. А весь мусор они просто свозят к воде. Да. Видите, просто все завалено мусором. При том, что вот здесь вот все. Здесь цивилизация. Здесь все в говне завалено. И здесь они опять, видите, строят какую-то дорогую виллу. То есть граница между красотой и жопой. Буквально несколько метров. И здесь опять домики. То есть эти вот тенты, это домики. Кто-то здесь живет, спит. Благо климат позволяет. А это канализация сюда сливается. И накрыт домик флагом монголы. Что характерно, домик накрыт флагом монголы. Луанда, конечно, удивительно контрастный город. Рядом с новенькими стеклянными зданиями банков. Офисами нефтяных компаний. Рядом с развязками хорошими дорогами. Стоят лачуги непонятно из говна и веток. Где живет простой люд. Которому сверхдоходы от продажи нефти не достаются. В последние годы многие районы ангольской столицы зачищают от трущоб. Ну как звучат? Просто приезжают бульдозеры и начинают все к чертовой матери сносить. А людей особо не спрашивают. Ну вы видели какие лачуги. Здесь сносить особо ничего не надо. И непонятно вообще с кого и как что спрашивать. Несколько лет назад, кстати, беднякам выплачивали компенсацию. 150 долларов за квадратный метр в их фавелах. Как сейчас я не знаю, свежей информации нет. Но вы должны понять, что размер лачуг там буквально несколько метров на человека. Поэтому 150 долларов за метр. На эти деньги в Анголе невозможно купить вообще ничего. Поэтому люди из одних трущоб просто переселяли в другие трущобы. А деньги можно было потратить только на бухло. Чтобы как-то скрасить горечь от переселения и уничтожения твоего гнездышка. Все выше и выше, все краше и краше растет Луанда вверх. А это автобусная остановка. Полицейский участок с большой парковкой. В общем, город действительно центр по атмосфере, по архитектуре очень напоминает Панаму. Обратите внимание, кстати, дорогие машины стоят. У всех ландкрузеры. Полицейские. Да, полицейские. А дальше смотри, тоже такие намарки. Есть даже свеженькие. срезали, можно посмотреть, чтоAndee ficaroo Finchia. Значит, сейчас наш водитель, вот он , собирается показать чудо и отвезти нас в какое-то потрясающе красивое место, где можно погулять. Да, до этого на просьбу отвезти куда-то, где можно погулять, он привез нас в порт. Но сейчас он поговорил с своим начальством, и они выработали новую стратегию. Все-таки, я надеюсь, в Луанде мы найдем место, где можно просто погулять. Очень красивая современная скульптура. Здесь даже подписано, что это такое. Сейчас мы прочитаем. Это какой-то музей. Безумно красиво. Безумно, безумно красиво. А вот смотри, сидит три КГБшника напротив. То есть ты думаешь... Ты как бы снимаешь, ты снимаешь книг, но ты же можешь и их снимать. То есть вот это вот, вот это вот сидят КГБшники. Ну можно банкировать, но скорее всего КГБшники. Вот здесь есть, кстати, модные магазины. Смотрите, поскольку у нас тут страна богатая, у нас есть красивые магазины. Сойти купить все что-нибудь. Все нельзя ходить с оружием, с собаками, с сигаретами и с жратвой. Зато можно с детьми. Заборчик новый, но домик красивый. Видимо... Плитка новая. Нет, там все новое, кроме домика. Домик просто красивый, он желтый. Желтый красивый домик. Улицы, вот посмотрите, ямы заделаны покрышками. Повсюду мусор, отовсюду что-то какое-то говно течет. Вот как ходить, и это Луанда, столица вообще, город, который много лет признается самым дорогим для жизни. Вот, вот, срач, неубранная, вот здесь вот убираются раз в 10 лет. Посмотри, все говно. Посмотри, про пчелу, вот, смотри, тут небоскреб, тут небоскреб, про пчелу и муху. А здесь, вон, трущобы, здесь муха, вот пчела. Вот ты идешь по какому-то говну, постоянно. Вот даже в самых отсталых регионах России такого нет. Что такое, скажи мне? Знак, чтобы... Как пройти? Это что такое? Всю красоту, которая была, все просрали, вот, вот красота. И делают все небоскребы, сносят колониальную португальскую архитектуру. Идет за угол, свернул, и жизнь заканчивается. Вот так вот, хоп, все. А тут еще старый фонарь остался, смотри. Меня все пугали, что в Анголе сложно фотографировать людей на улице, ведь люди агрессивные. Не любят фотографироваться. Это действительно так, когда ты фотографируешь из машины. То есть, если ты едешь из открытого окна, кого-то снимаешь, Народ машет руками, пытается что-то кидать. По крайней мере, как минимум, проклятие в твой адрес. А когда ты просто идешь по улице с двумя камерами, фото и видео, Народ совершенно спокойный, friendly, расслабленный. Вообще никаких проблем на этот счет нет. Нигде даже не замечают. Ну и вне зависимости от того, где ты идешь, везде будет срач. То есть, не убрано, валяются какие-то ветки, листья, мусор, грязь. Мне кажется, что улицы здесь вообще не убирают. Потому что мы идем по самому центру, по самым дорогим районам, где находятся штаб-квартиры нефтяных компаний. То есть, где сосредоточена вся экономика этой страны. И куда ты только не посмотришь, весь министерство очередное, правительственные здания и вот такой срач. Здесь внезапно у нас стрит-арт с Фиделем Кастро. Виво, Фидель. Виво, Куба. Да, чуть-чуть. Не пойду я никуда. Когда-то Фидель Кастро был примером для местных коммунистов. И сегодня до сих пор в городе можно встретить много портретов Фиделя Кастро. Они висят, их не просто так рисуют. Дело в том, что в 1975 году Куба начала в Анголе операцию Карлотта, известной также как кубинская интервенция, чтобы поддержать народное движение за освобождение Анголы. А боролись они с подлыми империалистами, спонсированные американской военщиной. Кубинские войска воевали в Анголе 16 лет и как минимум один раз спасли местных коммунистов от поражения. На стороне капиталистов воевали, кстати, солдаты из ЮАР. И в 1988 году было подписано Нью-Йоркское соглашение, по которому войска Кубы и ЮАР должны были покинуть страну, чтобы они там сами без посторонней помощи разобрались. И кубинцы ушли только в 1991. Они поехали домой и после того, как кубинцы ушли, гражданская война в Анголе продолжалась еще 11 лет. Ну и собственно мы, поскольку там участвовала Куба, Советский Союз помогал тоже коммунистам, но мы непосредственно там так не воевали, как кубинцы, но мы поставляли технику, поставляли военных советников. Вот это, друзья, с покосившимся столбом министерства культуры Анголы. Вот, пожалуйста, пожалуйста. Вот министерство, а вот культура. Вот культура здесь повсюду окружает министерство. И вот женщина с какой-то травой оттуда выходит. Муха всегда найдет министерство культуры. Это паркинг, а это безбарьерная среда. Вот здесь надо как-то карабкаться, и люди переходят дорогу на свой страх и риск. Ужас, ужас, вот они, общественные пространства. Вообще не понятно, что здесь такое. Вот это общественные пространства Анголы. Как так можно? А то какие-то цветные палки стоят. Лучше плавочку поставим. Вот еще один пример срача. Муха, муха. Да, муха, муха. Вот как можно себе представить, как можно себе представить в России, что спуск с моста, вот мы идем из эстакана. Главное у тебя все рекламные конструкции, из-за которых ни пройти, ни проехать. Да, тут как что-то на дереве висит, какая-то одежда чья-то. Стол покосившийся. Ну ладно, как можно представить, что просто натуральная свалка под лестницей, помойка зловонная, отвратительная. Ужас, даже в Махачкале такого нет. Какой-то был электрический шкаф, который просто разворовали. Там тоже ничего нет, там все пусто. Поскольку Анголы это бывшая португальская колония, в Луанде указатели улиц сделаны из плиточек, из таких вот красивых. А это для того, чтобы здесь что-то красивое тоже было. Это красиво, это эстетика, смотри. Ну что-то за пиху, ну какая разница, белье сушили, неважно. Важно, что сами таблички из плиточек. Друзья, совершенно неожиданно мы нашли еще один филиал Родины, банк ВТБ, ВТБ Африка. Вот так вот. Первое, что сказал Александр, когда это увидел, было еб*****. Я не ожидал, я не ожидал, пойдем, подойдем. Интересно, почем кредит? ВТБ Африка. Блин, я кстати не знал, что они здесь работают. Сейчас выйдет охранник и запретит нам снимать. В общем, местный банк ВТБ снимать нельзя. Выбежал охранник и сказал, что нельзя заходить с оружием, в мотоциклетных шлемах, с сигаретами, в солнечных очках почему-то. И также нельзя банк фотографировать. Но приятно то, что наш банк есть в Анголе. Вот это вот Луанда, один из самых дорогих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...